Саммит ШОС в Астане привлек внимание международных СМИ. Новостные агентства из стран, членов и других государств публикуют мнение экспертов о деятельности, задачах и целях ШОС, а также делятся своим видением будущего организации. Наши корреспонденты подготовили обзор самых интересных из них. Повестка саммита в Астане более чем насыщенная. ШОС наравне с БРИКС может стать площадкой, где возможно создание контура в будущей глобальной безопасности. Такое мнение российскому агентству РИАМО высказал политолог, учредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. Он читает, что ШОС в изменяющемся мире в эпоху перехода к многополярному мировому порядку представляет собой крайне востребованную платформу для комплексного сотрудничества между странами, которые хотят заниматься своим суверенным развитием. С момента создания Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году объединение окончательно утвердилось как ведущая площадка для решения важнейших вопросов азиатского региона. Таким мнением поделился в российском издании «Лента.ру» член экспертного клуба «Дегория» Георгий Забаринский. По его словам, ШОС стала настолько влиятельной, что другие страны больше не могут игнорировать интересы объединения, отмечая показатели экономического и человеческого капитала. На участников ШОС приходится около третьей мирового ВВП, а население составляет свыше трех миллиардов человек, что позволяет организации решать не только региональные, но и глобальные вопросы. Именно по этой причине в саммите принимает участие генсек ООН Антонио Гутерриш, считает российский эксперт. ШОС является крупнейшим региональным блоком с наибольшим потенциалом в мире. Такое мнение кубинскому агентству «Пренса Латина» высказал профессор Университета политических наук и права Пан Ден. Он подчеркнул, что организация выступает за партнерство и неприсоединение, содействует равенству между большими и малыми странами. По мнению эксперта, саммит в Астане – знаковое событие, в ходе которого лидеры обсудят пути укрепления прагматичного сотрудничества и сформулируют среднесрочные и долгосрочные планы на будущее. Пан также отмечает, что инициатива «Один пояс, один путь» достигла синергии с повесткой Дня ШОС, так как она способствует развитию инфраструктуры, торговли и инвестиций в Евразии. Тамерлан Кием, 24 Киезет.